Задача у нас сейчас такая, что Стэлла делала живопись пастозную, корпусную, непрозрачную, а тут захотелось что-то прозрачного соорудить. Для этого нужно использовать лессировочные свойства красок, чтобы они были как акварель, такие прозрачные. Вот здесь индекс есть, такой квадратик нарисован на всех практически, ну или кружочек или квадратик. Вот если он закрашен черным полностью, краска непрозрачная. Закрашен наполовину, значит краска полупрозрачная. Не закрашен вообще, краска соответственно полностью прозрачная. Звездочки к этому не имеют отношения. Звездочки это светостойкость, да. Вот ФЦ голубая, здесь написано, что она полупрозрачная. На самом деле она вообще довольно сильно прозрачная и ее для лессировок вообще идеально использует. То есть, ну, не все краски, которые индексом наполовину вот закрашенным таким обозначены, не все краски одинаковые полупрозрачные, да. Некоторые посильнее прозрачные, некоторые послабее. Ну вот, например, там ультрамарин, он тоже у него наполовину закрашенный квадратик, то есть он как бы полу лессировочный. На самом деле он очень прозрачный, если его жиденько взять, ну вот, например, ультрамарин, если его жиденько взять, ну, скажем, там синяя драпировочка, да, здесь у нас будет? Вот это вот, да, по-моему, стало? Вот он прям прозрачненький, прозрачненький. Видно, что он как акварель. Такой все сквозь него видно. Кстати, цвет один в один просто получился. Вот вам и, пожалуйста, вот эта прозрачность. То есть вы, например, видите, ультрамарин, вы можете сделать и гуще, то есть он темнее цвет, как акварель. То же самое. Меньше разбавителя, цвет более густой. Вот еще, например, можно такой красивый оттенок получается. Вот. И лессировочная живопись, там надо просто найти степень разведения, скажем, этой краски разбавителем, чтобы получился нужный оттенок, который нам прозрачненький. Ну, фактически, как акварелью мы работаем. Вот такой оттеночек. Ну, понятное дело, что мы идем от среднего тона сначала. То есть мы делаем сначала не самое светлое, не самое темное. Средний такой. Например, вот здесь вот будет какая-то складочка идти. Вот в этом месте. Сейчас я ее... Ну, я пока все одним тонном делаю. Можно живописно это делать. Можно сразу вводить оттенки. То есть в этот голубой цвет можно там и потеплее, и похлоднее, в зависимости от ситуации. Ну, я принцип вам просто показываю, да. Вот мы от среднего тона идем. Потом, вот у меня есть какие красочки на палитре. Что-то здесь серая пейна есть. Ну, например, добавляем серую пейна. А серая пейна это тот же ультрамарин с добавлением сажи газовой черной. То есть мы, например, делаем что-то. Он, так как черная не прозрачная сажи газовой, он менее прозрачный, чем ультрамарин. Вот. Сама эта краска серая пейна. Вот. Но она все равно прозрачная. Видите, относительно. То есть ультрамарин дает ей... Рисунок, видите, просвечивает. Да. Ультрамарин вот такой. Такой. То есть как бы складка, да, получается. Такой объемчик от светлого к темным. И самые светлые места, которые мы делаем уже в лессировочной вот этой технике, которые я вам сейчас показываю, мы уже делаем с добавлением белила. Вот у вас тут на палитре. Я вижу, тут подготовлено. Что-то такое светленькое. Вот, например, у меня здесь освещенная часть складочки. Я могу уже с нанесением, с дополнением белила, да? Ну, это в самом конце делаем, правильно? Ну, это в самом конце. Я просто показываю весь ход работы. Средний тон, темный тон и светлый тон. Вот если будете в таком ключе делать, то особых сложностей у вас не должно возникать. То есть это самый такой оптимальный ход работы. И уже, в общем-то, сразу объем получается. Но раньше времени, конечно, с белилами краску... Ну, непрозрачные краски лучше не уводить. Если у вас кисть, например, испачкана уже белой краской, белилами, особенно титановыми, вам ее либо надо очень хорошо там промыть, чтобы там уже ничего не осталось от белого цвета, либо просто взять и там другую кисть какую-нибудь использовать. Например, что-нибудь другое такое. Я вот вам сейчас маленький кусочек просто попробую показать, как это работает. Вот начал я с холодного цвета, с этой драпировочки. Там еще тепленький вдалеке. И листики. И попробую листик тоже. Вот этот маленький кусочек сделать, чтобы сразу три объекта, две драпировки и какие-то там листочки, они встретились в этом небольшом куске, чтобы мне легче было сравнивать их между собой. Ну, вот я смотрю, там такой кирпичный цвет драпировочки. И чего у нас по прозрачности? Что у вас за краска? Ну, вот это кадми красный и темный. Чего они там пишут? Обычно они прозрачные. Он здесь написано полупрозрачный. Ну, смешанный с вот этой. Ну, смешанный с лисеровочкой, да? Вот. Ну, понятно. Краплак. Краплак, он прозрачный считается. То есть, он вот даже здесь у него квадратик есть. Он такой не закрашенный полностью. То есть, ну, понятно, что мы с одним краплаком мы этот цвет не сделаем. Нам надо еще какой-то оттенок такой тепловатый, который нам даст прозрачность. Для этого есть замечательная краска. Индийская желтая. Кадми желтый нельзя, да, брат? Ну, кадми желтый, он непрозрачный. Хотя некоторые краски желтые, они полупрозрачные. А темный желтый тоже? Да, он тоже непрозрачный. Самая прозрачная из желтых красок, это индийская желтая. Но она выглядит как коричневая, но в тонком слое. В тонком слое, если посмотреть, она такая желтенькая. То есть, если еще меньше сделать слой, то вот она просто немножко... Как темно-желтый. Да, просто желтоватый такой оттенок. Вот. И здесь уже, так как палитра другой цвет имеет, чем картина, здесь сложно определить, какой будет цвет. Поэтому я стараюсь прям смешивать сразу на холсте. То есть, я смотрю, вот я делаю цвет вот этот. Я думаю, да, на такой кирпичный цвет не очень похожий. Мне надо добавлять красноватый оттенок. Я по чуть-чуть прямо сюда добавляю красноватый оттенок. И вот у меня получается нужный средний тон. Опять же, повезло. Повезло, что вот так вот попало. Вот такой средний, да, такой средний тон. Кстати, надо было сначала... Вы обвели сначала рисунок. А рисунок-то сделали карандашом, обвели акрилом. И карандаш, он теперь с краской, да, он немножко с краской смывается. И поэтому он грязнит этот цвет, оттенок цветовой. И вот, ну ладно, втяни так, пускай будет. Но на будущее просто. Лучше тряпочкой там, салфеткой влажной какой-нибудь брать, достирать. Вот так вот, да, и делаем. Вот. Вот, сразу нашли и сразу. И... Я делаю просто небольшой кусочек. Я сравниваю между собой их по тону. И я вижу, что вот эта красноватая драпировка, она более темная. В общем, нам здесь надо еще понять. К тому же, более-менее там какой-то средний тон сделан. Но его можно там чуть более красный двигать, чуть более еще какой-то. Можно в нем сразу... А тени добавлять туда не надо? Там рефлекс какие-нибудь? Можно добавлять. Но я сейчас не буду этого делать. Я просто хочу сам принцип показать. Такой вот лаконичный, без добавления живописности практически. И опять двигаюсь в сторону теней. По идее, нужно все вот это сделать. Вот так вот. Не одним цветом, а с каким-нибудь переходом, с оттеночками, возможно. Потом делаю тени. Тени уже там, я смотрю, какие потеплее, похолоднее, в зависимости от ситуации. Но здесь я немножко ультрамарина добавляю сюда. Вот такая тень, чуть более холодная получается. То есть теплое освещение и немножко такая, чуть холодноватая тень. Но здесь тоже тень как будто такая. Ну, хотя синий, холоднее чем синий, как бы нет оттенка. Такой самый, наверное, холодный синий-голубой оттенок. Вот, ладно. И создаю объем уже с помощью тени. Вот это. Формирую складочки. Прямо сверху по вот этим листьям можно делать. То есть сначала можно фон написать. Оттенками вот так. Складку там моделирую. И не перегружаю холст толщиной краски. Потому что как только я толщину краски добавляю, сразу прозрачность она теряется. То есть вот такой вот момент. Если краску надо высветлить, я работаю как в акварели. То есть я просто беру и вытираю. Или просто беру мало краски. Без белила самое главное. Потому что белила тут же все убивает. Как только у вас форму, форму вы нашли. Складок, наметили все эти вот элементы. Таким вот образом. Складочки, да, кусочек такой. Вроде как начинают закручиваться. Можно уже опять делать более цвет уже с белилами соответственно. То есть там если есть какие-то самые светлые места, то мы уже можем это использовать. Краску с белилами. Ну или это. Например, сейчас я посмотрю. Вот белильцы. Они совершенно не прозрачные. Становый белил. Самая непрозрачная краска. Вот я смотрю какой там может быть. Ну немножко оранжеватый, желтенького добавлю. Вот я кстати добавляю краски, которые и кадмии тоже они не очень прозрачные. И белила тоже не очень прозрачные. Вернее совсем не прозрачные. И получается у меня краска, которая перекрывает собой нижний слой. То есть если я например по вашему рисунку вот так вот проведу, я просто его полностью закрашу. Лиссировочная краска она бы осталась бы прозрачной. Так вот это мы должны как можно больше стереть. Вот. И самое последнее, что мы делаем, это там светлые участки на складках. Там самые-самые блички. Уже смотрю, ну более-менее вроде попадает. Если они там таковые и есть. Немножко самые светлые. Вот. По сути, по сути вот эта как бы форма сама будет готова. Ну попробую то же самое сделать с листиками. С листиками опять иду от среднего тона. Опять иду от среднего тона. Вот у меня здесь сейчас красная кисть. Попробую. С нечем не заметить. Опять желтые краски я не беру, потому что желтые краски они особо сильно не прозрачные. За исключением индийской. Желтые. Вот индийская. Листики. Там они условно зеленого цвета. То есть они не ядрёные такие зеленые. Вот например, даже если я серую пейну добавлю сюда. То цвет как раз получится в общем-то такой как надо. Если я не хочу, чтобы у меня цвет фона там слишком влиял на цвет листьев, я аккуратненько по рисунку смотрю. Вот просто вытираю вот эти вот участки, которые зашли. Но с другой стороны это хорошо, что фон зашел на листья, потому что будет какая-то цветовая связь. Вот видите, какой оливковый, да, красивый оттеночек получается как раз. Можно его чуть холоднее сделать с помощью там ультрамарина, например, того же. Там листья не слишком такие теплые по оттенку. Я вот делаю, например, очень темный первый слой базовый, да, вот этот средний тон. Могу растереть просто, достичь нужного оттенка с помощью просто утоньшения слоя красочного. Даже у меня вот немножко фон попадает и он меняет оттеночек. Ну, нормально. Пускай так будет. Я смотрю, что у меня светлее, например, листья или фон. Средний тон листьев или фон. Но они вообще на самом деле там практически попадают один в другой. Ну, пускай более-менее попадают. Это не очень хорошо, когда они попадают сильно один в другой потом. Вот. Ну, ладно уж, что поделать здесь. Сильно не хочется их не затемнять. Ну, с другой стороны, можно, по идее, затемнить немножко. Все равно жесть. С темной стороны светлая. Все равно? Да, но мне важно сейчас как бы базовый цвет сделать, который потом я смогу в нужных местах затемнить и в нужных местах высветлить. То есть средний тон. То есть у меня средний тон, базовый такой цвет. Ну, вот как-то так, например. Например, такой базовый цвет у меня будет. Теперь я беру и уже, соответственно, делаю темные участки. Темные участки. У меня там что? Падающая тень какая-нибудь сюда вот идет. От других листиков. Смотрю, там какие-то прожилочки у нее. Там краешек загнулся чуть-чуть. И вот эта прозрачность, она как раз дает мне ощущение. Кстати, когда краску я делаю прозрачное дело или москиту, цвет он такой насыщенный, сочный. Самый сочный цвет он получается не когда вы там много краски добавляете, а когда вы используете белый цвет холста, который дополнительно как бы подсвечивает сквозь краску, просвечивает. Сейчас я кисть, у меня здесь она была в белилах, надо ее, конечно, очень хорошо вытереть для того, чтобы темные места еще прописать. Ну ладно. Потому что гладишь. Да, мне вот эта кисть нравится. Попробую рискнуть. Надеюсь, что я как можно больше от белил убрал. Ну, что там, самые темные места уже смотрю. Где-то там в глубине. Краечки. Связь рыженького, вот этого красненького края на листьях я оставлю. Да. Как рефлекс. Да, как рефлекс. Готовый рефлекс. Готовый рефлекс. И уже по сути, когда вы сделали два этапа работы, средним тоном и самые темные участки, то есть, ну, по сути, уже как бы все готово. По большому счету. Вот. То есть, вы можете смоделировать форму и оставить ее в некоторых местах и так. Но если вам надо еще большего объема, то вы добавляете уже самые светлые места, блики. Ну, вот как бы уже даже освещение есть. Потому что средний тон, он, в общем-то, такой, не самые светлые места, но уже самые цветные, да, в картине. То есть, уже как бы освещение здесь чувствуется. И опять я беру для бликов, для светлых участков краску, но мне важно не попасть в другие блики, которые я уже делал. То есть, я смотрю там, скажем, если листья темнее, то у меня и блики будут темнее. Если листья там такие, то блики тоже там, возможно, какие-нибудь зеленоватые или розоватые. Не знаю. В общем, чтобы они не попадали. То есть, я не могу вот этот цвет взять и прямо здесь тем же розовым нанести. У меня будет попадать одно и то же с драпировкой. Не очень будет красиво, не очень хорошо. Поэтому мне надо намешивать для бликов уже отдельный какой-то цвет. Мне кажется, что, возможно, здесь холодный неплохо сойдет. Нужно понять, насколько он будет сильный через голубоватый тот же оттенок. Самые светлые места. И вот видите, как бы вот эти блики, они создают дополнительный еще эффект вот этого объема. Причем, где-то мне не обязательно везде этими бликами делать. То есть, там листик какой-то в тени, он там где-то в глубине находится. Он у меня особо сильно не будет. Вообще там никаких бликов. Только средний тон оставлю. Самое светлое место. И потихоньку у вас вот таким вот образом собирается работа. И вот эта техника, она позволяет оставлять очень много прозрачных участков, которые сквозь себя, вот этот цвет, сквозь краску проникают, отражаются от белой поверхности. И вот это ощущение прозрачности, ощущение вот этой светосилы краски, насыщенности, он уже будет вам давать нужный эффект, который вы хотите. Ну, дальше уже вот эти вот все вещи, конечно, там уже смотрите, прорабатываете, детализируете. Где надо, там корректируете. Объемчики, конкретности добавляете. Ну, старайтесь, главное, в прозрачные места не залезать цветом непрозрачным по возможности. И все будет как бы красиво. Я это немножко просто подкорректирую. Может быть надо вовремя остановиться. Ну, вот листики они. Конечно, по идее, я сейчас все отдельно пишу. Надо так, чтобы вот в этом кусочке все завязалось. Тень, нормально, чтобы упало здесь. То есть я вижу сейчас, что мне придется пожертвовать вот этим красивым, голубым кусочком, потому что от гашка идет тень, и вот она сюда попадает. Возможно, мне придется этот участок делать темнее. То есть уже я буду смотреть, насколько... Ой, сейчас испорчу все. Ну, главное, я показал вот этот вот общий смысл. Сейчас там бок оттенок желтый, наверное. То есть если я здесь делаю, например, тень от гашка, более темную в этом месте, то она у меня тянет за собой, ну вот от листьев, да, и от горшочка здесь. То она будет тянуть еще изменения у меня какие. То есть у меня и падающая здесь тень, вернее там в складке тень будет тоже, наверное, как-то затемняться, да. Понимаете, да, и сразу вот уже начинает появляться этот момент. Сейчас я маленький кусок горшочка вот здесь вот сделаю, чтобы сразу все это зацепилось. И вот делая горшок, я тоже, я начинаю не просто цвет подыскивать какой там, а я смотрю, чтобы он не попадал в соседние цвета тоже, что важно. То есть у меня, например, горшок, я могу немножко ошибиться в цвете, это не страшно. Мне важно не ошибиться в тоне, чтобы у меня он не путался с другими объектами. Вот уже кусочек горшочка. И здесь я смотрю, если у меня синяя драпировка, значит, скорее всего, тут у меня какой-то там, трамаринчик и сюда могу мазнуть, посложнее цвет сделать. И вот уже этот участок, он как-будто начинает формироваться. Ну, Стелла, дальше вам плаку руки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин